Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить фир. В предыдущей части у меня произошел небольшой затык, я пробежал практически полуровня назад, так и не мог найти куда мне двигаться. На деле все это было настолько просто, что мне даже маленько стыдно, нужно было пролезть вот сюда. Это было настолько на поверхности, что я извиняюсь перед вами, ребята, мне стыдно, затыки бывают у всех, но тем не менее суть в том, что практически все окна в данной игре перекрыты армированным стеклом прозрачным, поэтому я не обращал внимания. И, как видите, случился эпик фейл. Зато у нас тут есть джигурда. Хорошо. Ох, ох, ох! Да вашу мать! Лови в щи. Я, конечно, не понял, почему у меня оружие сменилось, но да ладно. Готов. Оперед отходим. Давайте, вылезайте, суки, я знаю, вы там. Давай, давай, иди сюда. Хе-хе, подарочек. Так, ребят, я здесь. Слышишь? Ой, блин, зачем я тут? Вот я тут. Все, давайте подождем. Ну? Ох, ты хуя! Хе-хе-хе, как так можно? И сюда. Это было просто, по-моему, позорно. Ладно, давайте отомстим. Ох, че только не летает. О, пашинь! Еще кто есть? Да вы гоните. Я уже целый полчища тут оставил. Сирот и вдов. Ух ты, блин, какое открытое пространство большое. Ладно. Так, это не та пушка в случае. А, нет, это явно не та пушка. Там под ней столик стоял. Привет. Меня дал-то Артур. Хорошо. Так, что у нас здесь? Здесь у нас ничего. Так, сохранимся. Куча, куча оружия. Но у нас, в принципе, все довольно-таки неплохое. Кактус. Да-да-да, вот тут, видимо, эта пушка была. Да, отсюда я стрелял и хвалил. Точняк. Идем дальше. Идем дальше. Ого. Продолжайте. Так, двое готовы. Еще есть. Хорошо. Приколотил я тебя к стене. И ладно. Поднимаемся по лестнице. Что-то давно, кстати, охрана Армахема не видно. Тоже интересные противники. Солдаты уже, конечно, поднадоели. Хотя бы ниндзя появились бы, что ли. Ну, конечно, круто. Вот это круто. Ой-ой-ой. Так, кажется, все. Вкровавый фарш одного порвало. Обалдеть. Вот я мясник. Так, еще аптечки. Что-то много аптечек стали жрать. То ли я хуже стал играть, то ли они лучше. Ооо, какая пакость. Здесь, похоже, случилось то, что случается во всех фильмах ужасов. Где люди пытаются выбраться без лифта. Так. Тут я проходил, по-моему. Или нет, мне сюда спрыгивать надо. Ну, давайте прыгивать. Прямо на кактус. Ооо, хе-хе-хе. Отлично. Основное задание все тоже. Уже, блин, я не знаю. По-моему, половина игры прошло, если не больше. А мы все так же ищем Фетеля. Твою мать. Ладно, хоть так. Да, тут она пришитила кого-то явно. Здесь закрыто. Идем сюда. Выбор у нас Нема. Вот я хочу сказать, что это очень длинный прострелив... Ооо, моя прелесть! Очень длинный простреливанный коридор. Так что надо быть осторожен, наверняка эта штука опять вылезет. Турель, понимаешь? Я не виноват. Твою мать, тебя только не хватало. Там у нас телефон с пропущенными вызовами. Ооо, вообще отлично. 165 уже. Просто круто. Так, давайте послушаем. Одно новое сообщение. Первое сообщение. Женевьева арестит. Ян, не мог бы ты выслать мне копии всех материалов, которые вы собрали по проекту источника. Вообще, для этим должен заниматься Харлам. Но сейчас он настолько поглощен своими переживаниями, что ни о чем другом не вспоминает. Надеюсь, он вас там не слишком достал. Я беру на себя всю ответственность за то, что произошло с группой. Однако словами ничего не вернуть. Чтобы выбраться из кризиса, мы должны объединить усилия. Заранее спасибо. Сообщений больше нет. И это хорошо. Идем дальше. Так, если я все правильно понимаю, то где-то тут должен лежать усилитель на реакцию. Почему ты шевелишься? Какого хрена? Кто тебя шевельнул? Пакстон. Подожди секунду, я птичку возьму. Не уходи далеко. Так, что у нас здесь? Да хватит смотреть на меня. Как мы знаем, по второй и третьей части эфира в чем-то он прав. По крайней мере, конкретно именно этому городу скоро наступит полнейший шандец. Блядь. Ну фонарик в самый неподходящий момент. Давай, 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 быстрей. Что это было? Так, возьмем мою прелесть и поднимаемся по лестнице. Аккуратненько, осторожненько. Сбербайк у меня здесь будет поспокойнее. Так, налево или направо? Пойдемте налево. Ух ты, какое у нас обширное помещение слева. А, справа у нас стекло. Да, не пройдем. Что здесь? Ух ты. Все возможные. Блин, а Джигурды нету. Зато и Спешар Институт. Или Спешак. Что-то новенькое такого я еще журнальчика не видел. Что-то новенькое. Тихо. Блять, опять ты. Верните меня обратно. Да что ж за херня-то. Остаюсь мертвыми. Тихо. Тихо, тихо. Пакстон, скажи мне, почему ты жрешь людей? Я понимаю, там телепатия и все такое, но людей-то жрать. Зачем? Просто не понимаю. Охрана Армахема. Как я про вас вспоминал недавно. Надя, кровавый фарш. Еще есть? Блин, за твоими кишками я ничего не вижу. Ха-ха. Давай. Что-то захотелось тебя убить. О, скотина. Не-не-не. Ты смотри, какое. Ты где? А, вот ты. За это я приклачу тебя к стене. Ха-ха. Вон там кан-кан танцуешься. Ха-ха-ха. Да. Ты прям футболист. Так, ладно. Пора двигаться дальше. Он здесь! Ой, блин, это ж не граната. Ну да ладно. Кого можно про валу. Тихо. Это что было? Это был жареный труп. Хорошая пушка. Требует, конечно, определенной меткости. Ты как, братья, в порядке? Живой? Ха-ха. Да, по всей этой пушке ранений не бывает. Жгурта. По всей этой пушке только трупы. Мина, гранатка. Двигаем дальше. Ой, блин, а что я не чувствую? Я же со здоровьем все печально. Хрен бы там. Там они между собой, похоже, пилятся. Не будем мешать. Добрый день. Так. Сколько у меня там на гвоздемете патронов? Вполне нормально. Оставим пока его. Так, а что мне с вами сделать? Ой, как коряво. Ну что, понравилось? Придурки. Они между собой-то. Мы потеряли одного. Давай-давай-давай. Пошел. Блин, а что-то не взорвалось-то. Я под обстрелом. Прям кинотеатр. Давайте-давайте, солдат, рвите. Охрану долбанную. Ладно. Пойдемте успокоим одного. Хорошо. Давайте уж и безвредим тогда, что ли. Так. Все. Я победил. Ой. Не говори го. Так. Блин, да что ж ты меняешься там в неподходящий момент. Кажись, все. Кажись, все довольны. Ну давайте мы гвоздемет, раз так мало патронов, поменяем на вот это, пожалуй. Неплохой в итоге оказался автомат, когда я к нему привык уже. Перестал меня разочаровывать. И тишина. И мертвые держать. Очередная контрольная точка. Эрис Уэйт, это дочь одного из местных ученых, по-моему. Как бы там ни было, идем вперед. Разберемся по ходу действия. Тем более, у нас есть команда, пусть она думается за нас. Наше дело простое. Нас направили. А дальше уж мы... Хорошо, а дальше уж мы выполним задачу. Так, там еще есть кто? Похоже есть. Давайте подождем секунд 10. Вдруг вылезет прямо нам под прицел. Ну ладно, что-то не хотят. Так, тихо, аккуратно прибираемся. Эхе. Откуда? Я-то думаю, блин. А как он меня увидел, интересно? Прекрасный момент, использует наш Релеган. Прототип 7, так сказать. Отечка. Сразу ее используем. Чтобы жизни были полные. Еще переговоры. Откуда новое сообщение? Первое сообщение. Внешний вызов. Привел, почему твой мобильный не отвечает? Перезволь. Сообщений больше нет. Ерунда, короче. Не важно. Для развития сюжета. Так, ну ребята, я думаю, на этом мы и закончим. Увидимся в следующих частях. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok